Чтобы полностью закрепить эту тему, пожалуйста, пройдите тест. Он находится по ссылке в описании. А также, просмотрев это видео, вы получаете одно бесплатное занятие в нашей школе английского языка English Show. Проходите по ссылкам в описании. Дорогие друзья, я приветствую вас на второй части, второй части, втором уроке второй части нашего Grammar Show. Present Simple – наша текущая тема, но, как обычно, новые слова в самом начале. И поехали! A weekend – это один выходной, а weekends – это выходные, как бы. И есть такой известный певец, так его зовут, weekend, который поет Следующий глагол – to speak – это разговаривать. To speak, например, есть такая известная фраза, которую вы, наверное, знаете. Do you speak English? Ты говоришь по-английски? Следующий глагол – to do – делать что-либо. Следующее слово – around – вокруг у группы Daft Punk. Одна из самых известных их песен есть Around the world, around the world. Around the world – вокруг света. Есть более крутая песня, которая так и называется I've been around the world. У Брайана Колбитсона. Oh, I've been around the world. 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 Она много круче, конечно. Следующее слово – well. Оно значит хорошо. Слово следующее – winter. Это зима. Окей. Следующее слово – это тоже время года. Если вы смотрели фильм «500 дней лета», то его девушку на протяжении всего фильма звали Summer, что означает лето. А следующую девушку звали Autumn, то есть осень. Есть синоним у этого слова – это fall. Fall – это еще глагол падать. И когда листики падают осенью, это значит они fall, и это называется fall – осень. Но на самом-то деле fall американцы называют осень, а англичане называют осень autumn. Поэтому для слова осень существует два слова – autumn и fall. Не смущайтесь. Следующее слово – to get up. Вставать. To rain – это не только существительное – дождь, но может быть и глаголом to rain, что дождь идет, идет дождь. Также и с глаголом to snow. Snow может быть и существительным – снег, а to snow означает идет снег. И последнее слово на сегодня из новых – это famous. Это знаменитый. У Криса Брауна есть такая песня famous girl. Он поет. You're famous girl, правда на нее нету клипа. You're famous girl, girl, girl. You're famous girl, girl, girl. Пришло время поговорить о том, как же образуется это время. Present simple. Утвердительная форма этого времени образуется с помощью с I, we, you и they мы используем обычную форму глагола просто. Ничего не проявляем. Speak. Например, I speak, you speak, they speak, we speak. Но с he, she и it, обратите внимание, это происходит именно в утверждениях. Я подчеркиваю, именно в утвердительных предложениях. С he, she и it, с женщиной, с мужчиной или с каким-то предметом в количестве одной штуки, мы добавляем буковку s глагол. Пожалуйста, не забывайте об этом. Это просто панацея, это наоборот проблема. Панацея – это решение проблемы. Это проблема многих студентов. He speaks, she speaks, it speaks. В вопросительной и отрицательной форме в present simple появляются два вспомогательных глагола. Это глаголы-помощники. Их функция в том, чтобы сделать вопрос. Сами по себе при переводе они никак не переводятся. Вопросительная форма. Do I speak? Do we speak? Do you speak? И do they speak? Значит, с I, we, you и they мы используем глагол-помощник do, а вот с he, she, it мы используем does. Вообще, запомните, дорогие друзья, на будущее. С he, she, it всегда почти какой-то прикол, какой-то подвох есть. За исключением can, который мы обсудили. С he, she, it, can не меняются. Но в большинстве случаев с he, she, it нужно что-то где-то там в грамматике менять. Итак, does he speak? Это вопрос. Does she speak English? Does it speak? И отрицательная форма. Мы к do добавляем частичку not. I do not speak. Или I don't speak. We don't speak. You don't speak. They don't speak. Наверное, вы помните супер известную песню группы No Doubt. Так и называется. Don't speak. Просто помолчи, как бы, не разговаривай. Из he, she, it, соответственно, в отрицании мы прибавляем частичку not к does. Получается he doesn't speak или does not speak. She doesn't speak и it doesn't speak. Но бывают такие предложения, где есть do смысловой, который означает делать. А есть плюс еще do, который есть предложение для того, чтобы сделать вопрос, например. Я уверен, что многие из вас слышали фразу. How do you do? У Роксетта есть песня. How do you do? Как ты? Как поживаешь? Такие предложения бывают. В таких предложениях один do – это вспомогательный, он помощник. А другой do означает как бы делать. У нас есть парочка еще примеров с такими, когда в предложении может быть два do. Например, do you do yoga? Ты занимаешься йогой? Первый do – он никак не переводится. Он нужен для того, чтобы задать вопрос. А второй означает ты делаешь, ты занимаешься. Do you do yoga? Или, например, do you do homework? Или do you do your homework? Ты делаешь свою домашнюю работу. Есть песенка, в которой есть такие слова. Where do they go and what do they do? Что значит, куда они идут и что они делают. What do they do? То есть, что они делают вообще? Вот еще парочку примеров. Do they do laundry? Они занимаются стиркой. Do they do housework? Они занимаются работой по дому. Итак, как мы видели, do в предложении может быть два. Не смущайтесь. Это нормально. В present simple, так же, как и в других временах, если в вопросительном предложении есть вопросительное слово какое-нибудь там what, how, how much, when и так далее, то оно выносится вперед. В английском языке, я еще не раз это повторю, строгий порядок слов, поэтому вопросительные слова идут впереди. И только за ним идут do или does, как глаголы помощники. Например, where do you go? What do they do? What does she want? И так далее. What do you usually do on weekends? Классный вопрос. Чем ты обычно занимаешься по выходным? What do you usually do on weekends? When do you usually do yoga? Когда ты обычно занимаешься йогой? Why do you do homework every Friday? Почему ты делаешь домашнюю работу каждую пятницу? В следующей детской милой песнике вы услышите такую фразу What do you like to do in the summer? What do you like to do in the summer? In the summer? Чем тебе нравится заниматься летом? Летом. Итак, мы видим там, что word, слово вопросительное, стоит в начале, потом идет do, потом идет you и уже смысловой глагол. Такой вот порядок слов в английском предложении. Давайте теперь поговорим о случаях употребления. Когда же мы употребляем present simple? Итак, первое. Мы употребляем present simple, констатируя факты или общеизвестные истины. То, что является фактом, чем-то неизменным и известно всем. Ну да, это просто неизменно. Например, I have a pen. У меня есть ручка. То есть, это просто факт. You have an apple. У тебя есть яблоко. She has a pencil. У нее есть карандаш. He has a pineapple. У него есть ананас. Вам, кстати, ничего это не напоминает? I have a pen. I have an apple. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Вот еще несколько примеров. We live in China. Мы живем в Китае. Это факт. Это неизменная истина. С ней не поспоришь. The earth goes around the sun. Земля крутится вокруг солнца. He speaks Japanese very well. Он говорит по-японски очень хорошо. Это факт. Это факт налицо. Мы слышим, как он говорит. И в следующей ставке вы увидите людей, которые действительно очень хорошо говорят по-японски. Следующая, вторая сфера, в которой мы используем present simple, это регулярные действия или привычки. We often go shopping at weekends. Мы часто ходим за покупками на выходных. Говоря о регулярных действиях или привычках, мы часто используем такие слова. Именно в present simple они являются, и они являются, так сказать, маркерами этого времени. Они вам подсказывают, что это present simple. Итак, часто употребляются такие наречия. Always. Всегда. Never. Никогда. Every day. Каждый день. Every week. Каждую неделю. Every month. Каждый месяц. Every year. Каждый год. Seldom. Редко. Usually. Обычно. Regularly. Регулярно. Rarely. Тоже переводится. Редко. Довольно-таки редко. Sometimes. Иногда. И в следующих примерах, которые мы будем приводить, говоря о регулярных действиях или привычках кого-то, вы будете видеть и встречать эти слова. Они называются наречиями частотности. То есть, они показывают, насколько часто, насколько регулярно какое-то действие происходит. Например, We often go shopping at weekends. Мы часто ходим за покупками на выходных. Следующий наш пример. Jim usually plays football on Sundays. Jim обычно играет в футбол по воскресеньям. Мы видим здесь usually, обычно. Это его привычка. В песне, опять же, у Викинда поется I usually love sleeping all along. I usually love sleeping all along. Обычно мне нравится спать одному. Usually. Что значит обычно. То есть, это моя привычка. Я делаю это регулярно. Следующий пример. I never eat breakfast. Я никогда не завтракаю. I have a shower every morning. Я принимаю душ каждое утро. Every morning. Это тоже один из таких маркеров present simple. Когда every day, every morning, every evening. Помните, у группы LMFO была такая известная песня, и там они пели. Every day I'm shuffling. То есть, я каждый день танцую shuffle. Это такой стиль танца. I do it every day. И это, пожалуйста, это наш present simple. Их место в предложении, кстати, вот этих слов Usually, sometimes, never, always. Внимание. Они обычно ставятся перед основным глаголом. Do, go, sleep, walk. То есть, перед ним ставится слово Sometimes, never, always, regularly, seldom, и так далее. Вот несколько примеров, чтобы вы могли это проследить. It sometimes snows here in autumn. Не It snows sometimes here in autumn. Или как-то по-другому. Потому что там есть местоимение it, и мы ставим здесь snows, как бы означает идет снег, и слово sometimes стоит перед ним. It often rains here in spring. Здесь часто идет дождь весной. It doesn't snow in November. В ноябре не идет снег. То есть, это что-то регулярное и постоянное. Маленькое повторение. Нам нужны do, does, чтобы образовать вопросы и отрицания. Нам не нужен do, does, чтобы сделать утверждение. Только с hei-shei, не забудьте поставить, прибавить глаголу, букву s. И мы обсудили с вами две основные области, где употребляется present simple. Первое, это когда вы говорите о фактах, о неизменных истинах. И второе, когда вы говорите о регулярных действиях, о том, что постоянно, регулярно повторяется. Или о чьих-то привычках. Дорогие друзья, под этим видео вы найдете тест, который вам нужно обязательно пройти. А мы переходим к нашей следующей теме. К следующему времени. Present Continuous. Субтитры сделал DimaTorzok